Откроется, я думаю, в начале июня. Форма регистрации уже работает. На этом сайте будут изначально занесены все карточки, которые мы сегодня заполнили. После того, когда вы получите ссылку на авторизацию, на этом сайте будет возможность более подробную информацию по проекту добавить. Мы постараемся это сделать максимально удобно, чтобы это было синхронизировано с соцсетями, чтобы люди могли увидеть друг друга. Ну что-то типа внутренней соцсети попробуем такое сделать по Байкалу. Я надеюсь, что со временем, за ближайший год, мы соберем сообщество людей, кто ведет реальную практическую деятельность на Байкале, может быть, человек в 500, и совместно дальше сможем формировать уже общие цели, общие приоритеты, уточнять, какая где инфраструктура нужна, ну и как-то совместно координироваться. Так что, ну, главное обязательство, что, во-первых, это все оказывается на сайте, и примерно недельки через две, я думаю, три откроются. А на следующей неделе, максимум вторник, все материалы данной секции по развитию территории, они будут выложены в виде файликов для скачивания, можно захотеть, они будут в открытом доступе. И разослана ссылка какая-то, да, или где-то? Ссылку никакую рассылать не надо, ссылка 2030.baykal.ru, она уже работает, можно зайти, запишите себе этот адрес, сфотографируйте. Карта с приоритетными маршрутами будет на сайте. Опять же, пожелания, предложения какие? Если есть желание войти в рабочую группу по формированию этой карты, слоев карты, включайтесь. Мы обязательно проработаем с Институтом географии слой по поводу зонирования территории. Мы нанесем на карту границы особых экономических зон и всех ключевых инфраструктурных проектов. Я надеюсь, мы с Министерством природных ресурсов Иркутской области и Бурятии отработаем, туда нанесем информацию о проектах, которые с государственной точки зрения по ФЦП экологии делаются. Потому что сейчас представления объективно ни у кого никакого нет, у каждого единой картины нет. Постепенно она начнет формироваться, но я на себя беру обязательство создания технической платформы, а наполняем мы ее все с вами совместно. Еще, вот у нас, это первое, ты сказал, собраны материалы, и они есть на сайте. У нас есть еще один итог, коллеги, вы слышите? Это резолюция в органы исполнительной власти для получения поддержки. Резолюция в органы исполнительной власти. Что по этой теме? Вот вчера у нас в этой же аудитории состоялась совершенно небольшая такая мозговой штурм по запросу агентства по туризму Иркутской области. Агентство по туризму Иркутской области пришло и сказало, ребята, расскажите, какие меры поддержки нужны? Нам прислали всего два запроса от двух предпринимателей, при том одним из них оказался я, как я, по-моему, знал. Никто не присылает никаких форм поддержки, при этом все жалуются, что никто никого не поддерживает. Но, собственно, эту информацию надо собирать и аккумулируя, определяя наиболее популярные барьеры. Ну, соответственно, мы увидим в карточках, основные барьеры в этом заключаются. Для органов власти эта информация очень нужна. Она прям вот сильно нужна, чего не хватает. Это не каждому по отдельности, а отрасли целиком. Поэтому на этой площадке мы это и будем собирать. Да, и еще... И, соответственно, мы сейчас готовим протокол. Нижняя, да? Готовка до протокола есть. Если какие-то предложения для внесения в протокол итогов сессии есть, давайте, агентажет губернатору Иркутской области на стол. Ну, я думаю, что в Бурятии так же мы отправим.